Как делишко, ребятишки? С вами снова Эдисон и добро пожаловать в Майнкрафт, где сегодня мы будем проводить часовую серию, как я вам обещал в предыдущей серии. Да, ребята, бегите за попкорном, делайте себе чаёчки, кофеёчки и садитесь поудобнее, потому что, ребята, целый час мы будем находиться в Майнкрафте в мире покемонов, точнее, с модом Pixelmon. Поэтому, ребята, приготовьтесь как следует, но перед этим, как обычно, давайте посмотрим, какое же развлечение нас ждёт в этой серии. Ну что, ребята, вы готовы, мы сейчас будем приступать. Перед тем, как вообще приступить к серии, потому что целый час у нас впереди, давайте немного поговорим. Ребята, в первую очередь, я бы хотел вам сказать спасибо. Это охренеть. Как я понял, вы так захотели новую серию в субботу утром, то есть выходные провести с Pixelmon, то что мы за один день набрали полторы тысячи лайков. Я когда пришёл с работы, я посмотрел то, что за один день набралось там практически полторы тысячи лайков, там было тысячу четыреста с чем-то. Я прям такой... Я даже не знал, что думать. То есть, ну нифига себе, вы прям так захотели новую серию, что мы так быстро набрали лайки. И, ребята, я, если честно, прям офигел, но спасибо вам за это, что всё-таки вы поставили лайки. Ребята, как я обещал, видите, сейчас серия будет длиться целый час, целый час. Ребята, мы будем ходить, качать покемонов. И в этой серии я вам даже могу обещать то, что мы убьём второго помощника геймлидера. И мы будем уже готовиться к тому, чтобы сразиться с Мистей. Да, ребята. Но давайте мы ещё раз сделаем такую мини-игру. Завтра у нас воскресенье, тоже выходные продолжаются. Никто не думает о понедельнике, ребята. Сегодня у нас суббота, завтра воскресенье, два дня отдыха. И также давайте сделаем как с этой же серией. Если на этой серии мы наберём к вечеру тысячу лайков, ребята, так же, как сегодня, так же, как сейчас, завтра, воскресенье, ещё один день выходной, выйдет следующая серия Пиксельмон. То есть целые выходные мы нафиг проведём с Пиксельмоном. Каждый день будет выходить Пиксельмон. Я вам обещаю то, что завтра он тоже выйдет. Ух, как я хотел на него накинуть и прям попал. Завтра, ребята, тоже Пиксельмон выйдет. Ещё раз давайте быстренько повторю, чтобы все точно поняли. Если на этой серии мы наберём тысячу лайков, я вам даю своё слово, слово Эдисона. То, что завтра, утром, утром, с самого утра выйдет новая серия Пиксельмона, которая тоже будет длиться час. Ребята, вы представьте то, что два дня подряд будут выходить серии Пиксельмона, это во-первых. И два дня подряд они будут выходить и они будут длиться по одному часу. Ребята, это не каждый день такое встретишь. И я, если честно, тоже прям офигеваю, потому что, ну, не каждый день мы такое делаем, ребята. Согласитесь с этим. Поэтому, если вы хотите, зависит только от вас. Я даём своё слово, то, что серия завтра выйдет. И чтобы быстренько приступить, ребята, не забываем оставлять свои комментарии. Потому что я читаю каждый, прям каждый ваш комментарий. И если я нахожу какой-то адекватный вопрос, или если вы меня хотите что-то спросить, посоветовать, я читаю ваши комментарии и также на них отвечаю. Также вы можете добавить меня в друзья ВКонтакте. Я добавляю всех, всех своих подписчиков. Поэтому ссылочка на меня есть в описании. И самое главное, в последнюю очередь, ребята, сейчас мы уже будем заканчивать. Не забываем подписаться на мой канал. Я очень люблю своих подписчиков. И видите, то, что я с вами общаюсь как можно больше, как можно лучше. И мне кажется, не каждый ютубер в сюрпризик. Маленькая заметка. Я где-то 10 минут назад читал комментарии, и один подписчик мне написал, что в следующей серии заспавнится легендарный покемон. Прям жопой чувствую. Подписчики, это для тебя, извини, я не запомнил твоё имя, но вот. Я не вижу смысла сейчас сказать целыми, ну заспавнилась легенда и заспавнилась. Ребята, не каждый ютубер всё-таки так общается со своими подписчиками, как я вот напрямую через видео, как будто это какой-то стрим. Поэтому я вас очень сильно люблю. И если вы хотя бы меня немножко любите, я буду очень рад, если вы всё-таки подпишетесь на мой канал. Действительно, ребята, буду очень сильно рад. Ну а сейчас мы полноценно приступаем. Вот это приветствие заняло, я не знаю, тут 4-5 минут. Но это не важно, потому что ещё 55 минут у нас впереди. Это охренеть просто, ребята. Я не знаю, смогу ли я продержаться или нет. Может, мне даже какие-то перерывы нужно будет делать. Я не знаю. Это всё-таки не стрим, ребята. Я бы очень сильно хотел делать стримы, но, к сожалению, у меня интернет не тянет. Кто не знает, я живу в Португалии. Вроде можно так подумать, какая-то продвинутая страна. То есть, можно уже сказать, Европа намного всё лучше должно быть, чем в тех же странах СНГ. Ну, в смысле, по технологиям. Извиняюсь. Но ничего тут такого, ребята, нету. Ничего тут такого нету. Интернет тут такой голимый, что, мне кажется, в России 7 лет назад он был намного лучше, чем сейчас в Португалии. Я не знаю, вроде так посудить, да, там Россия, например, там Франция, вот эти все Испания, там Португалия, Англия. Можно сказать, такие продвинутые уже страны. А технологии тут намного хуже, чем те же в России, которые, те же России, например, 10 лет назад. Я не знаю, честно, ребят, почему так, но я бы очень хотел стримить, честное слово, но не получится. Пока что не получается, может, может потом всё-таки и технологии тут продвинутся. Ребят, зачем я качаю Тортеру? Да, просто то, чтобы, ну, поменьше использовать, поменьше использовать конфеток. Да, да, я жадная жопа, я хочу сэкономить каждую конфету. Ну, в принципе, зачем мы будем их так тратить, если мы сможем, как я уже сказал, сэкономить одну-две конфеты и просто-напросто отложить их для следующего покемона. Потому что, ладно, ладно, то есть сейчас нам нужно двух покемонов, чтобы победить ещё одного помощника геймлидера. Но потом-то у нас будет сам геймлидер, а в геймлидера 4 покемона, и нам нужно будет сразиться 4 на 4. То есть, если у нас сейчас будет Тортера уже сотым уровнем, это одно дело. Но потом нам ещё двух покемонов нужно будет прокачать, чтобы, ну, чтобы мы смогли затащить Мисти, потому что, ну, потому что, ребята, вы сами понимаете, то, что не так-то это всё просто будет. Если мы помощников с небольшим таким трудом, хотя как с небольшим, мы офигеть, сколько замучились, твою нафиг, сколько мы замучились, чтобы убить первого помощника. У нас ещё второй на подходе, а потом вообще Мисти. Мисти, чувствую, жопу нам будет надирать прям офигеть, как много раз. Но попытаемся её убить. Ладно, давайте, в принципе, мы уже будем, наверное, отсюда уходить. Я не знаю, есть ли смысл тут что-то ловить. Может, мы пойдём... А может, давайте мы пойдём в зимний бьём. Давайте мы там одну ночку покачаемся. Какой ты уровень? 31-й. Давайте мы там одну ночку покачаемся. За одну ночку, в принципе, время у нас ещё есть. Не скажу, ну, полно, не полно, но всё же... Ой, вот куда я зашёл нафиг? Полно, не полно, но всё же часовая серия. Поэтому, ребята, ночку мы сможем даже провести вот тут в зимнем биоме. Покачаться спокойно, не спеша, потому что скоро нужно серию заканчивать. А реально просто взять, сесть и покачаться. Потому что... Ух ты, точно. Ну, в принципе, у меня тут хлама уже дофига, если честно. Вот это можно выложить. Это можно выкинуть. Это можно выкинуть. Это можно выкинуть. Это можно выкинуть. Тут, в принципе, много чего, что... Чего можно выкинуть. Вот давайте... Вот давайте вот так. Всё. Замечательно. Поэтому, ребята, чем больше мы прокачаем уровень тортери, тем меньше... Тем меньше мы используем конфет. Тем больше конфет мы... Да твою мать. Тем больше конфет мы отложим... Да твою мать. А я же сказал, твою мать, не беси меня Тем больше, ребята, мы конфет отложим на следующего покемона, да А следующего покемона, ну смотрите Если у нас будет сотый уровень Почирису Если у нас будет сотый уровень Тортера То мне кажется, я хочу Сайтера Я очень хочу Сайтера, я не знаю почему Ну, в принципе, в первую очередь Сайтер Это Жук А как я помню с предыдущего сезона Жук, в принципе, отлично даже Отлично даже справляется с водными покемонами Не хуже, чем вот этот же травяной Да, потому что, ну, электрический Травяной покемон, это можно сказать Покемоны, которые хорошо Будут справляться с водными покемонами Жук, мне кажется, ничем не хуже Жук, ребята, ничем не хуже Вот смотрите, Тортера уже Ух, нихрена себе Но босс не встречался, я не знаю Серии так 20 140 Я так хотел его убить, ребята А мы его не сможем убить Ну, по чири сможет и сможет Хотя нет, даже Нифига себе Мне кажется, нам нужно брать компьютер и А где он? Только, только, нет Я не хочу, чтобы он убежал, ребята Я не хочу, чтобы он убежал Ух, нифига себе Ребята, вы в курсе то, что это Желтый босс? Желтый босс Это самый лучший босс Который на данный момент Присутствует в моде Лучшего босса Сейчас нету Если мы его хотя бы сможем убить Это будет нереально круто Может, с него даже ничего Током не выпадет Потому что, ну Может быть, то, что босс Самый хуже Но с него выпадают Офигеть, какие крутые вещи Даже тот же Мастер Болл Может выпасть А может быть, такое, что сейчас Вот самый крутой Навиг босс Который только в мире существует И с него вообще ни капельки Ну, вообще хлам сплошной выпадет Не убей мне Тортеру А то я тебя закалечу Ух, так Сколько? Ну 9 тысяч опыта Бульдон Тандерболт Тандерболт Матерпульс О, нормально Нормально То есть, вот это фига тня Ну, ладно, не фига тня Пускай будет это даже круто Вот это отлично сойдет Для размножения покемонов, ребята Не забываем то, что у нас впереди Еще размножение покемонов Да Это можно выкинуть Это можно выкинуть Это можно выкинуть Это, в принципе, тоже можно выкинуть Ну, чтобы просто-напросто больше места у нас было, да? Что я там еще поднял? Вот это я поднял, да? И вот это можно Так у нас будет намного больше места Вот так Замечательно Вот так Вот так Все Круто, ребята Потопали дальше Я думал, там офигеть Сейчас такая куча опыта выпадет Что я прям с ума сойду А оказалось, что, в принципе, ничего там такого особенного не было Ну, ладно Итак, сойдет, ребята Сойдет Сойдет Сейчас стартера уже будет Вот к концу ночи Если мы прям вкачаем хотя бы 75-й и 76-й уровень Это будет прям, ребята, шикардос Реально шикардос будет Вот сейчас уже 74-й А если к концу... Кон... Кончу... Если к концу... Если к концу ночи... Я не знаю, что я хотел сказать, ребята Здесь просто... Просто, не знаю Вылетело случайно Если к концу ночи мы хотя бы прокачаем и 75-й и 76-й уровень Это будет шикарно Честное слово, ребята Постараемся, постараемся Вы не забывайте то, что мы вот так потихонечку Даже те же... Те же шмоточки выбываем с этих покемонов Хоть они 20-й уровни, но... С них дает хотя бы по 1% опыта Да, я не скажу, что много Но все же 100 таких покемонов Один уровень Плюс к тому, смотрите, то, что с них выпадают шмотки Вы не забывайте... Не забывайте то, что шмоточки мы же сможем продать Чем больше мы набьем, тем больше монеток мы получим Чем больше монеток мы получим Тем больше других шмоток, которые нам уже нужны Мы себе сможем прикупить Магнимает Вот я помню, меня многие просили магнимает ословить Я... Ребята, я не знаю, честно Стоит ли нам его вообще ловить Я не... Ну, прямо скажу, я не большой любитель магнимайта Извиняюсь, я не знаю Ну, он мне не очень прям нравится Мне кажется С тех же электрических покемонов Я бы лучше, наверное, даже прокачал Какого-нибудь Не знаю Марипа того же, да Чтобы в конце Эмфорос получился Вот этот покемон намного мне больше нравится Я не знаю, ребята, честно Ну, смотрите, 74-й уровень Можно сказать, с половиной Давайте сейчас вылечимся полностью Эм... Ну... В принципе, нужно искать дивгонгов И пылесосов Вот дивгонг С них реально Офигеть, как много опыта выпадает Эм... Ты в бою? Ты в бою Нормально, нормально Офигеть Я прям обрадовался То, что мы вообще встретили Эм... Хотя бы Хотя бы босса Мы уже давным-давно не встречали босса Вот смотрите Сколько мать его опыта Выпадает с одного дивгонга Две тысячи Это офигеть, как много Если честно А тут дивгонгов Прям какая-то потишка Выходные Все тусуются Вот 49-й уровень У... Еще один дивгонг Див... Гивгонг Дивдонг И у нас уровень Вот сейчас у нас 75-й уровень Ребята, смотрите Опа Оп, твою нафиг Опа Две тысячи опыта Афигеть Ребята, мы к концу... Не к концу серии К концу ночи Мы действительно И сможем прокачать Тортерру К 76-му уровню Я еще раз, ребята, повторюсь Каждая, в принципе, конфета Нам важна Потому что Чем больше мы экономим тем больше мы сможем прокачать следующего покемона. Вы не думайте, ребята, то, что мы можем делать только сейчас. Потому что экономия, это, ребята, круто. Потому что следующий покемон у нас, например, будет тот же допустим, Сайзур, да? Нет, ребят, это не покебол, это грибочек. Мне кажется, лучше его сломать, потому что я тоже каждый раз вот так смотрю, уже хочу бежать туда, что это как бы покелут там, но это не покелут, ребят, это обычный грибок. Я всегда тоже путаюсь, наверное, нужно его просто-напросто сломать, чтобы я каждый раз не не обращал на вот это внимание и не думал, о, а вот это может покелут, может побежать его забрать. Поэтому, ребята, в принципе, смотрите, у нас 31 конфета. У нас 31 конфета. Мы уже прокачали настолько тортеру, что сейчас... Мы уже прокачали настолько тортеру, что сейчас ей нужно только 25 конфет. 6 конфет мы уже, можно сказать, сэкономили. Если мы хотя бы сможем ее еще вот сейчас... Хотя, ну, в принципе, до утра мы уже вообще никак не успеем, потому что уже утро. Ну, о, девгонки тут есть, пылесосы тут есть. В принципе, может, еще немного утречком покачаемся. Вот сейчас, когда докачаем до 76-го, ребята, мы ее эволюционируем. Его, да, потому что это мужик. Ну, все-таки мы же его назвали Ивангай, Ивангай, как я знаю, вроде... Ивангай же вроде не девушка, да, ребята? Как я знаю. Поэтому, поэтому, поэтому будем называть он, а не она. Девгонки, пожалуйста, тут вообще вот столько осталось. А ну или пылесосики. Пылесосики. Там еще даже Эмпулеон тусуется. Почти, почти, почти. Почти, почти, почти. Так, так. Там еще один Эмпулеон. 39-й. Я не знаю. Хоть-хоть я ни хрена себе не знаю. Опыта там столько выпало, что с ума можно сойти нафиг. 30, я сказал, что... И так ты не на того напал, куда нужно. Я в тебя прямо, в тебя кидаю 75-го уровня Тортеру, а ты не хочешь на меня нападать, и... Я нападаешь на 100-й уровень по Чирису. Логика прям зашкаливает. Ладно, ребята, в принципе, мы качнулись. Сейчас время. Сейчас время, ребята. Время идти на гимн... На помощника гимн-лидера. Да, ну давайте мы сначала просто-напросто быстренько тпхнем домой. Тпхнемся домой, чтобы... Выложить вот эту всю фигню. Главное выложить вот это. Гоустон. Потому что я уже хотел клацать, я бы его нечаянно продал. И офигеть, нужно было бы опять в ад идти. Так. Что мы можем... Офигеть тут, ребята, у нас. Офигеть у нас тут вещичек. Нормально. Нормально. Так, давайте еще вот это быстренько попродаем. Попродаем. И рыбка, да? Рыбка у нас тоже тут немножко есть. В принципе, хавчика, ну, не скажу, что прям много, но пока что хватит. На первое время хватит. Так, вот тут у нас что есть? Вот это. Замечательно. Фух. Сколько у нас? У нас 14 конфет. 14 монет. Что за 14 монет мы можем купить? Лакетч. Мы можем себе экспешер. Мы можем себе даже уже мастер-бол купить. В принципе, мастер-бол может даже пригодиться. Наверное, нужно сейчас будет его купить. Ну, смотрите, мы словили Лабраса, мы словили Ремо Рейда. Это офигеть, ребята, честное слово. И сейчас мы идем на сражение к следующему помощнику гим-лидера. Но, ребята, сейчас давайте мы прокачаем нашу Тортеру. Давайте. Ооо. А, сотый уровень Тортера. Я все-таки надеюсь, что мы сможем ее заколбасить. Не заколбасить ее, а заколбасить помощника гим-лидера. 115 хп жизни. А в конце у нее сколько? 328. Мы сэкономили, ребята, 5 конфет. Нормально. Нормально. Вылечимся. Нет, сначала выложим вот этих покемонов, да. Ремо Рейда, Лабраса. Мы еще за вами вернемся. Ну что, ребята, вы готовы? Гуленький Росомаха. Ооо. Я офигеть, как этого долго ждал, зараза. Иди сюда. Нужно за... А, твою мать. Нужно было Личилку вот это Ревай взять. Я забыл, если честно, об этом. Хотя, в принципе, смотрите, мы... Мы и так справимся. Мне кажется. Мы и так справимся. Если... Только не говорите, что я сейчас одной почерицу их убью. Что за хрень? А почему я раньше не мог убить только с помощью... У него еще одного покемона их. Офигеть. Ладно. Нам выпало, ребята. Еще. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 конфет. Пропуск. А почему... Вот я... Ко мне не может дойти. Вообще. Почему? Сейчас у нас Тортера сотый уровень. Я даже ею не пользовался. Я убил всю его команду. Двух покемонов. Только с помощью одной почерицы. Почему я это раньше не мог нафиг сделать? Я не знаю. Ладно. Пропуск. Пропуск ГИМ. Опять 5 ультраболов. И 5 серебряных монет. Ну че, Росомаха... Росомаха голенький. Твою мать, сколько я с тобой парился. Ребята. 19 серебряных монет. У нас уже есть один значок. Не забывай. Мы уже победили Лидия Нова. Гимлидера. У нас есть один пропуск ГИМ. И у нас есть второй пропуск ГИМ. Вот. Ключ. И письмо. Да. И 12 монет. Монет. 19 монет и 12 конфеток. Да. Монетки и конфетки. Опа. Паркур. 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 Ладно. Смотрим. Тут за победу нам мастер-бол дадут. Нехило. Нехило. Ладно. Что у нас тут есть? Какие правила? Чтобы сразиться с гимлидером, нужно победить двух его помощников. Получить пропуски. Это у нас уже есть. Вот этот пункт мы уже выполнили. Бой 4 на 4 без легенд. Реванш можно взять через день после поражения. 4 на 4 без легенд понятно. Если бы было с легендами, то мы бы уже наверное сейчас бы пришли. Потому что легенды у нас есть. Мы бы пришли наверное с тем же, я не знаю кто там у нас есть. Забдуса может. Ну или там с Суйкуном. Кто у нас там есть? С Суйкуном вряд ли. Грудоном. Да. Хотя тоже в принципе не очень. Но все же мы бы там решили кого бы взять. А вот сейчас ребята нам нужно искать новых покемонов. Потому что у нас есть два. Да. У нас есть сейчас два покемона, которых мы можем взять в гимн. Сейчас два. Это сотый уровень Пачирису и сотый уровень Тортера. Нам не хватает двух покемонов. Ребята, думайте. Думайте кого взять. Джинкс, Райчу. Я не знаю. Нужно думать, ребята. Нужно думать. Офигеть как нужно думать. В принципе, даже нам нужно искать того же нового капитана. Кто у меня есть на примере. Лукарио. В принципе, он 57 уровень. У нас уже был капитаном. Я думаю, что в принципе можно взять. Какого я хотел взять капитана. Наверное, в следующий раз будет Сайвер. То есть Сизор. Потом у нас, наверное, будет Хундун Шайни. Офигеть. В принципе, потом у нас есть еще дальше покемоны. Тот же Пупок может быть. Та же Ларвеста может быть. Да? Вулкарона. Следующая эволюция. В принципе, у нас есть еще много покемонов, которые могут быть капитаном. Тот же Соломенс. Хоть он уже и 55. Но вот кого следующего, ребята, взять? Кого бы словить? Гулета может нам сейчас прокачать. Просто на кач взять. Хотя, мне кажется, нет. Просто на кач нет смысла взять. Если сейчас качать, то качать все-таки каких-то крутых покемонов, которые нам пригодятся в сражении с геймлидером. Да, ребята. В принципе, наверное, сейчас мы все-таки пойдем за Сайзером. Я не знаю. Может все-таки... Хм. Или мы просто банально можем взять еще двух покемонов. Еще одного электрического и еще одного травяного. Мне кажется, это будет самый как раз такой оптимальный вариант. Хух. Кто у нас есть с электрических и кто у нас есть с травяных? Давайте посмотрим. С электрических кого мы еще можем взять? Мы словили Морипа. У нас есть Морип. Давайте я его найду. И как раз заодно еще посмотрю потихонечку, есть ли у нас еще какие-то покемоны, которые подходят на эту должность. Вроде как я сейчас смотрю, нет. Только Морип. Ну, Райчу, я не знаю, ребят. Мне очень нравится Морип, Эмфорус, точнее его последняя эволюция. Давайте возьмем Морипа. И у нас еще остается одна должность травяного покемона. Ну, Венозавра, я не знаю, ребят. Что-то... Давайте сделаем так. Очень много людей меня просило, чтобы я словил Трику. Мы пойдем. Я попытаюсь его словить, хотя бы я попытаюсь его найти. Но если у меня это не получится, то на его должность мы возьмем Снайви. В принципе... Если смотреть еще на других покемонов, с травяных... Кто у нас есть еще травяные? Тропиус, я не хочу. Севадл. Я не знаю, честно. Ну, вряд ли. Все, я Снайви только хочу. И, в принципе, наверное, ее мы и возьмем. Если мы не найдем... Я еще раз повторюсь. Если мы не найдем вот этого... Трико. Что по себе будет не очень так просто. Вы сами должны понимать. Мы, конечно, постараемся, ребята. Но... Вы, в принципе, должны понимать, что это будет реально сложно. Потому что в этих джунглях... Ну... Само по себе трудно найти. Потому что... Нет у нас... Нет у нас... А, покерадара. А без него, конечно, будет немного трудновато вот это все найти. Потому что... Ух ты, нифига, Настя. Сколипет. Сколипет. Давайте... Экспешири мы поставим сначала на Морипа. И будем вот так прокачивать. Сначала Морипа. Потому что Морипа мы 100% возьмем в команду. Морипа мы 100% возьмем. Чардж. Вот так. Ну, в смысле его след... Ну, как бы, понятно. Не Флаффи, не Морипа. А Эмфороса. А вот вопрос под Снайви или... Как я уже сказал, Трико, если мы сейчас его найдем, будет решен. Если мы его все-таки сможем найти. Ясно, да? Ребята, серия длится 24 минуты, как я смотрю. Ух, 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 ух. Такое у меня ощущение, что серия уже не знает, сколько длится. Уже час где-то. А она только 20 минут длится. Вот, Флаффи. В принципе, вот эта мини-карта, я не скажу, что она очень так помогает. Не скажу вообще, что она помогает. То есть, не знаю, честно, ребята. Так, сейчас, вот он, вот этот, давайте. То есть, ничего тут полезного нет. Я вижу только, где находятся кто-то. Какие-то... О, какие-то... Существа, можно и так сказать. Но я не знаю, кто это. Поэтому нам нужно просто бегать и проверять каждого. Винни-педы тут, педы всякие. Всякие. Но Трико, как обычно, нету. И вряд ли мы его сегодня найдем. Но, наверное, нужно сейчас будет идти поспать и вернуться утром. Вернуться утром. В принципе, заодно, вот смотри, мы так будем... Мы так будем тут ходить. Заодно мы также будем прокачивать нашего Марифа. Наверное, все-таки, как я сказал, мы идем домой. Давайте выспимся быстренько. И вернемся. Да. Потому что, все-таки, Трико я хотя бы попытаюсь на него уделить. Ну, минут 10. Да, минут 10-20, чтобы его найти. Потому что, когда же мы его сможем найти, если не в часовой серии? В принципе, в часовой серии, ребята, согласитесь, не каждый день и даже не каждую неделю бывает. В принципе, если она бывает, значит... Я не знаю, то ли вы заслужили этого, то ли я провинился. То есть, у меня... Или просто у меня хорошее настроение. Потому что... Шайни! Я вам... Ребята, я даю вам честное слово. Я до последнего момента, я не знал, что это Шайни. Я сюда пришел, я видел обычный Сайтер. Я такой стоял возле него, я думал, может нам его словить, может нам его не словить. Все-таки, может взять Сайтера в команду или не взять Сайтера в команду. Ребята, а как вы думаете, а может взять, а может не взять? И потом только я увидел, что со всех его дырок вылетают звезды. Я охренел просто. Все-таки... Не каждый же мы день, во-первых, Шайни встречаем. И не каждый же день мы Шайни редких покемонов встречаем. Все-таки... Все-таки, ребята, только с этого момента, только вот с этого сейчас момента, я уже вам могу сказать, что часовая серия удалась. Она еще больше удастся, если нам хотя бы повезет его словить. Потому что, как я уже вижу, он... Он такая паскуда. У меня в команде два покемона сотых уровня. Ну, в принципе, считается только один, можно сказать. И он не хочет залезать в тот же левел босс. А в принципе... Ну, мы его можем ударить кем-то? Например, тем же Морипом? Давайте попробуем его ударить Морипом. Ну, не Морипом, а уже Флаффи, извиняюсь. Если мы его, конечно, не убьем. Если мы его, конечно, не убьем. Ну, в принципе, немного так побить можно. Да. По жопе мы тебе сейчас ремнем дадим. За то, что ты такой наглый. Не хочешь ловить... Твою мать. И хочешь ловиться. Так, ударь его. Еще раз, Найви. Я знаю, ты сейчас умрешь с одного удара. Но все же, хотя бы чуть-чуть ты ему сейчас можешь стукануть. Еще чуть-чуть. Ну, и в принципе... О, нифига себе. То есть, тот покемон умер с одного удара, а Снайвис... Нифига себе, да ладно. Так. Вот сейчас мы уже не можем его бить, потому что мы его 100% убьем с одного удара. Мы бы его и так убили, если бы мы его стукнули тем же, я не знаю... Тем же Тортера или Почерису. О, вот. Вот, ребята, запоминайте. Немного его нужно наказать. По жопе его напинать, чтобы он все-таки словился. А то... А то он слишком наглый. Офигеть, ребята. Вот кого-кого я не ожидал. Это ж... Я не знаю, честно. Я в последний момент заметил то, что это Шайни. Я вам, честное слово, ребята, отвечаю. Даже, может... Прям по... Габански. Отвечаю вам, ребята, то, что я только в последний момент заметил то, что это Шайни. Я не знаю. Я его практически пропустил. Я такой пришел. Ну, стоит там себе Сайтер. Ну, стоит себе Сайтер. То есть я такой думал. Может его словить. А может его... Меня вписывал нафиг. Может его словить. А может его не ловить. А может просто прийти в следующий раз его словить. Все-таки, наверное, да, мы его в следующий раз словим. И потом я увидел то, что у него... Опа. Это не Трико? Трико. А. А. Вот сейчас, если мы его сейчас словим, в серии вообще удастся на миллион процентов. И только... Я договорю, ребята. И только потом я увидел то, что... Нифига себе, так просто. И только потом я увидел то, что у него жжопендри. И то, что со всех его... Со всех его ямочек вылетают нафиг звездочки. Я прям офигел. Так это шаги, Сайтер. И сейчас мы... Ребята, мы застукали вот этого Трико прям врасплох. Он принимал ванну. Он свои там причиндалы вымывал. Вымывал. А то они грязные были. И мы его прям... Врасплох застукали и словили. Еще легенда в этой серии заспанилась. Я забыл, ребят. На самом... На самом начале этой серии еще легенда заспанилась. Это была Сэллиби. Мы ее уже словили. Шайни Сайтер. Мы Ремо Рейда словили. Мы Лабраса словили. Мы Шайни Сайтера, еще раз повторюсь, словили. И что самое главное, мы словили Трико. Я, если честно, думал, это намного сложнее будет. Потому что... Все-таки, как я помню, много меня людей просили. То есть, офигеть как много. Честное слово, меня люди практически каждую серию просили. Или даже спрашивали. Болу, Эдисон, а ты хочешь словить Трико? Эдисон, а когда ты словишь Трико? Эдисон, ты же обещал то, что ты словишь Трико. Давай, уже пора его словить. И, в принципе, я думал, да, все-таки я уже его словлю. Если многие просят, я его все-таки постараюсь словить. Я думал, что в этой часовой серии мы хотя бы его попытаемся поискать. Но я вообще, честное слово, ребята, я не думал, что мы его хотя бы сможем найти. Но мы его нашли, и мы его словили с первого Бола. Офигеть! И за, ребята, вот пишите в комментарии, как вы думаете. Серия длится полчаса. Вот сейчас полчаса, полчаса еще впереди. Вот сейчас, ребята, я у вас спрашиваю. Как вы думаете, удалась ли эта серия или нет? Напишите свое мнение в комментариях. Я вам даю свое мнение. Я думаю то, что она удалась. Потому что не каждую серию, во-первых, мы встречаем с Шайней. А то, что мы встречаем редкого Шайни, это, ребята, не то, что каждую серию. Не каждые 30 серий. А это случайно не Шайни Райчул. Я его заметил за километр. Это случайно не Шайни Райчул. Это ж... Я его заметил за километр. Это очень просто, потому что у нас перед носом находился Райчул, который был желтого цвета. И за километр был Райчул, который был такого темно-оранжевого цвета. Я сразу понял то, что это Шайни Райчул, потому что его было за много... за много миль видно. Офигеть, ребята. Ну давайте, давайте еще хотя бы одного... Давайте еще одного-двух Шайни, я вообще буду рад. Ребята, меня уже плющит. Потому что не... Офигеть. Прямо реально удач. Офигеть, ребята. Я даже не знаю, что сказать. Часовая серия меня все больше и больше... Больше и больше начинает радовать. Если вы только что написали, когда я вас спрашивал, как вы думаете, удалась ли эта часовая серия или нет. Если вы написали нет, то мне кажется, многие сейчас уже поменяли... Многие сейчас уже поменяли свое мнение после того, как мы... После того, как мы сломили еще... Еще одного Шайни в этой серии. И никого, кого там Шайни, я не знаю, Катерпи или еще кого-то. А нифига себе. А Шайни Райчул, мать его. Офигеть. Да почему тут так вы неудобно вот эту генерацию сделали? Потому что я хочу в одну сторону пойти, там мне деревья мешают. Сейчас я в другую сторону хочу пойти. И тут мне деревья мешают. Офигеть, ребята. Офигеть. Может нам еще куда-то пойти? Может мы еще Шайни найдем? Только куда бы нам пойти? Где бы нам Шайни еще поискать? Как думаете? Может нам в равнину какую-то пойти? В равнине, в принципе, тут же Зангус спавнится. Как я его хотел называть? Занолса. Да, будем его Занолса называть. Та же Занолса спавнится. Та же Сивайпер спавнится. А Сивайпер, если он Шайни будет, это вообще офигеть. В принципе, офигеть, ребята. Что-то нам на эту серию по Шайни покемонам, по количеству заставнившихся Шайни покемонов сейчас везет. Как я думаю. Потому что... Офигеть, ребята. Уже два Шайни покемона. И Трико, в принципе, можно тоже считать за редкого покемона. Потому что Трико многие просили, многие хотели. И если честно, я тоже хотел. Нифига себе, ты большой уровень. Но я, в принципе, боялся идти его вообще ловить. Потому что я думал, что много времени у нас это займет. На его находку. То есть, то, что он может... То, что если он будет все-таки заразой, то он долго не будет спавиться. А мы его так просто нашли. Офигеть. Офигеть. Ребята, у нас возле дома там вроде есть равнина. У нас возле дома там есть вроде равнина. Давайте мы пойдем туда. Давайте мы сначала выложим покемонов. Как я сказал, с Найви мы выкладываем, ребята. С Найви мы выкладываем. Потому что я говорил, если мы найдем Трико, значит, с Найви мы выложим. Трико у нас будет новым членом команды для сражения против, мать ее, Мисти. Да. Вот тут у нас есть Шайни Райчу. А где еще один Шайни Райчу? То есть, там есть у нас обычный Райчу. А это Шайни Райчу. Да? Вот так. Так. Это обычный. 46-й. А это Шайни. Значит, обычного, в принципе, можно удалять. Зачем нам его хранить? Хоть он, в принципе, и больше уровнем. Но я не вижу смысла его хранить. Офигеть, ребята. Это честное слово. Это просто офигеть. Потому что... Ааааа. Ребята, ребята, ребята. Ладно. Давайте мы, в принципе, дальше потопаем. У нас там еще, я не знаю, еще нормально. Офигеть, еще 25 минут. Ребята, еще 25 минут. У меня такое ощущение, что эта серия уже длится часов так 2. Я не знаю, почему у меня есть такое ощущение. А на самом деле, она длится 35 минут. Ну, по крайней мере, у меня. Я не знаю. Я не знаю. Ладно, ребята. В принципе. Сейчас нам нужно докачать... О, это есть тут какие-то еще Шайни. Сейчас нам нужно докачать Флаффи. Сейчас нам Флаффи нужно докачать. Я не знаю, сможем мы его качать уже в одиночку. В принципе, на каких-то не очень таких больших уровнях сможем, да? Сейчас нам ее нужно качать. Как только мы ее докачаем, я не знаю. В принципе, наверное, мне все-таки кажется, ее к сотому уровню нужно качать. Не знаю. Ну, в смысле, потом Эмфорос будет, да? Хотя Флаффи у нас тоже мужик, можно сказать. Это не... У нас не девушка попалась, а тоже мужик. Твою мать. Твою мать. Ладно. Мы сейчас тебя вот так убьем. И вот так. В принципе, я не знаю. Будем мы сейчас идти спать. Мне кажется, может, даже ночью какие-то крутые покемоны тут будут спать. Зато... Да твою мать. Ух, что ты желтожопая зараза. Я там хочу пройти. Он не стоит на пути, не дает мне пройти. Твою нафиг. Давайте вот так. Давайте вот так. Арбок. В принципе, мне кажется, сейчас уже Флаффи должен эволюционировать. Он вроде превращается там в Эмфороса на каком уровне? Где-то... Где-то на 30 с чем-то. 30 там с хвостик. Да твою нафиг. Ты мне дашь прокачать эту нафиг Флаффи? Этого Флаффи. Или он каждый раз будет вздыхать? И ты мне даже не дашь прокачать ему там 1-2 уровня? Дивули. Здрасте. Или тут только одна девуля? Тут только одна девуля. Как? Нет. Это не тренеры. Это... Это... Вот те, что качают умения и всякое вот такое. Давайте скушаем вот эти три арбузика. А то просто в глазах мне мозолит нафиг. Так. Жирафа... Жирафа... Жирафа Рыдж. У нас там есть, ребята, жирафа Рыдж. Мы сейчас этого жирафа Рыджа убьем. И кто там у нас еще есть? И там у нас есть... Дропы... Дропеон у нас есть, ребята. Дропеона и жирафа Рыджа нам нужно убить. Ух ты, нихрена себе. Охренеть. Ладно. Давайте лучше мы сразу убежим. Я сказал... Вот... Охренеть. Он сейчас убьет Трику. Давайте я попробую эту схему, которую мне написал подписчик. Это до жопы то, что я смогу... Твою мать. Разработчики Пиксельмона. Он накладывает на меня конченное умнение. Умнение. Умение. Я не могу выбрать Покемона. Я не могу его выбрать. Я не могу не выйти с Майнкрафта. Не перезагрузить мир. Не убежать с боя. Не сдаться. Ни хрена сделать. Мне сейчас нужно закрывать Майнкрафт. Не то, что просто нажать выйти. А то ли через диспетчер задачу. То ли через Альты в 4, то ли через что-то другое. Вашу мать. Ну, 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 кто это делает? То есть... Кто, кто это нахрен вообще придумал? Вот эту хрень. Я бы себя, в принципе, мог убить. Просто мне такая лень сейчас нахрен вот это заново перезаходить. Вы себе просто не представляете. Лейтс вот так. Иди ты. Game rule. Keep inventory true. Это, ребята, на вот такие случаи. Вы сами видите, то, что это забаганная хрень. Я ничего не мог сделать. Я не могу вылечить Покемона, находясь в бою. Я не могу сбежать с этого боя. Я не могу сдаться Я не могу выбрать покемона Потому что он наложил на меня какое-то умение Я не могу не сбежать Не вылечить, не убить его Даже не выбрать покемона, чтобы он убил моих покемонов И все-таки, чтобы он выиграл Я ничего не могу сделать Вопрос, что мне тогда вообще нахрен делать А вот такими способами, в принципе, да Я себя могу просто-напросто убить Ну, и все И вернуться на то место Поэтому, ребята, я сейчас и включил вот это умение Я что-то потерял 100% Главное, бэкпак, чтобы был Главное, чтобы болы были И раркенди Но я вроде хавчик потерял Или нет, или мне кажется Да, я потерял 13 Я... Ух ты, нихрена себе Вот так Я потерял... А, нет, вот тут Вот, все, нашел Вот там еще что-то есть, да Вроде все, я надеюсь Хавчик, нашел хавчик Нет, не нашел, я потерял 13 свинины Как я понял Вроде да Но сейчас попытаемся найти, ребята Ох Эволюция Флаффи Ох, нифига себе Рожица такая прикольная Когда у тебя вот этот Вейпоинт появляется Твоей последней смерти Ну, че, Эмфорос Я бы очень хотел Вот, ребята, честное слово Я бы очень хотел Если бы у нас Эмфорос был в Шайне То есть, если бы мы нашли Шайне, Марипа Эмфорос, по сути, вот он и так прикольный Давайте сейчас на него поглядим А, вот он Так Желтенький Да не в стену залетает Желтенький такой Вообще реально очень даже прикольный Ну да, нравится мне его текстурка И вообще нравится, как он выглядит Вот это реально круто Но если бы он был в Шайне Ребята, это было бы нереально Это было бы нереально Потому что он такой Весь розовенький Розовенький Я вообще не любитель розового цвета Ну, в принципе Девушка может нравиться розовый цвет Мне, нет Парням, в принципе, ну Не должен так, по сути, нравится Все розовое, да А, ну вот этот покемон Мне реально нравится Когда он розовый То есть Вот именно этот То есть Офигеть, как он мне нравится Я был бы нереально рад, ребята Я был бы нереально рад В принципе, может нам он С подарочка выпадет Ребята, не забываем То, что у нас есть Возможность взять Один подарочек Который присутствует В моде покемон Мы его еще не брали Я только включил геймод Чтобы вам показать Где он Гифт Ги Вот он, ребят Гифт бокс Мы его откроем Мне кажется Отдайте Я взлечу на пару секунд Чтобы не ходить Вот тут не искать Хрен его знает сколько Мы просрали походу Еду нашу Потому что я ее не вижу Хоть вы убейте Я ее не вижу Вроде нет Ладно А на Новый год Мы все-таки, наверное, откроем Да, ребята Праздники Новый год И не будем мы открывать Вот этот подарок В принципе Вот в такое время Какой смысл открывать сейчас Вот этот подарок В конце В принципе Не в конце А посередине осени То есть Какой вообще смысл Никаких праздников нету То, что мы его можем Открыть только один раз Потому что у нас Возможность есть Открыть вот этот подарок Только один раз Ну, разработчики Пиксельмона так сделали Да, то, что Все-таки подарок Его можно открыть Только один раз Поэтому мы все-таки Или его откроем Ну, как бы Допустим На мой там День рождения Но так как он уже У меня был Поэтому сейчас Нету смысла Это открывать Наверное Все-таки На Новый Год Новый Год Это тоже Праздник Можно и так сказать На принципе Не Можно и так сказать А так оно и есть Поэтому На Новый Год Ребята Мы и откроем Да Наверное Я не знаю Что там выпадет Я не помню Что там выпадет В предыдущий раз Нам вроде Я не знаю Лапрос выпал Хрень конечно же Но все же Там есть возможность Что выпадет Любой покемон Вообще случайно Как например Те же кейсы В CSGO Случайность Поэтому Пойдем Ребята Посмотрим Все-таки Мне кажется Что там Мы профукали Но я пока что Не представляю Что Главное Чтобы бэкпак Был И чтобы Были вот эти Болы Которые мы себе Наделали Это самое главное Потому что Без болов Мы вообще Никто Да Так Есть ли тут еще Кто-то Какой-то Шай Или какой-то Босс Я забыл Ребята Мы же в этой серии Босса нашли Самого крутого Которая только существует Это у нас Кто-то у нас был Нет Желтый Желтый пылесос У нас был Да Это офигеть Мало того То что мы Босса не каждый день Находим Не каждую серию Так Желтого Желтого ребята Босса Мы в этом сезоне Еще ни разу Не находили Ух Что бы нам Charge Электробол Или Давайте Принципе Вот так Мне кажется Все-таки Эмфорос Будет тащить Мне так кажется Есть у меня Такие ощущения О Здрасте Это сокровищница Да Я очень хотел бы Надеяться То что тут Мы еще не были Может тут Что-то будет Крутое Сейчас посмотрим Я бы очень хотел То что бы Эмфорос Все-таки Тащил реально Нет Мы Мы тут были Жалко Значит Мы уже тут Пробегали Наверное Много раз Хоть я в принципе Не помню То что бы мы Тут были Ну ладно Были так были Такие вы уровни Пинайп Тридцать Тридцать Поперестань ты Чесаться Уже сижу Думаю Твою мать Может чесать Не чесать Уже сейчас Когда прям Чешется нереально Как все Почесу 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 Почешу Нихрена себе Это первый раз У меня такое То что я слово С третьим разом Выговорил Вот ребята Часовая серия Дает о себе знать Я вообще не представляю Как стримеры Там сидят По 10 часов Стримлят Стримлят Вот видите Ребята Я уже заговариваюсь Вообще Ну Может в принципе Я с этим справился Но сейчас у меня 11 часов вечера Я с работы Можно сказать Пришел у меня Ну Пятница Сейчас я записываю В пятницу Чтобы Вы смотрите Сейчас уже суббота Но я записывал Можно сказать Вчера в пятницу Вечером В 11 часов ночи После работы Я потом еще ездил В одно место Потом пришел И начал записывать Где-то в пол В пол Десятого Нет Не в пол Десятого В пол Одиннадцатого Да ребята Где-то так Офигеть Выпил кофеечек И пошел Записывать Я уже ребята Засыпаю На 46 минут Серия длится Что мы еще Сможем сделать За там Ну допустим 15 минут Если округли Кого мы словили Я думаю А может нам все-таки Мисти пойти попробовать Мы ее не убьем 100% Ребята Мы ее не убьем 100% Мы хотя бы попробуем Знаете для чего? Мы хотя бы попробуем А для того Чтобы прокачать уровень Мы выкинем Мисти Мы выкинем Вот это Это тебе Мисти Мы это сейчас Заберем Да Ух Главное Нафиг Туда докинуть Офигеть Так дайте я Выключу Шейдеры Потому что У меня тут даже Би шейдеров Лагает Офигеть Вот так Нет Ты не фиг Давайте ладно Попаркурим Попаркурим Ребята Гюардос этот Меня пугает Если честно У него башка Прям нахрен Такая На хеллоуин Сделана Крутится Вертится Вот Кэми батл А не Бог Покемон Трангер 120 уровень Эмпулиоша У нас убил С двух ударов В принципе Мы убили его И мы получили 15 тысяч Опыта Нормально Это круче Гардоса Мы в принципе Даже сможем Сейчас убить Вряд ли мы, конечно, сможем Миссии победить Вряд ли Вот А, нет, Эмфорос, пожалуйста Заколбась его Твою мать Прикиньте, если его сейчас Трика убьет Да, убил Ладно, Миссии Хороший бой Спасибо за то, что ты нам дала 16 тысяч Спасибо, Миссии, за то, что ты нам дала Мне кажется На вот этом слове В принципе, даже нет смысла вообще продолжать фразу То, что я там хотел сказать, Миссии Спасибо за то, что ты нам дала Еще что-то там, нет смысла Лучше закончить фразу Спасибо, Миссии За то, что ты нам дала Идеальная Фраза На этом мы ее закончим То есть, не будем ее продолжать Миссии, спасибо за то, что ты нам дала Самая идеальная фраза, которая только может быть Все Ребята Ау, твою мать Я Не замечаю Шани в этой серии Я замечаю их только после Какого-то промежутка времени То есть, я что-то там Я стою перед Я стою сзади него Он ходит Бегает Передо мной Ходит Бегает Я вроде как бы На видео на него смотрю Но я смотрю на камеру А не на Ну Не на него, да Он ходит Бегается Там крутится Как шар голубой Крутится 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 Я потом только смотрю У меня в башке Знаете, там Подсознание Какой-то необычный покемон Забывает Опять Я опять с вами разговариваю А, вот это Круто Там Круто Круто И потом Через Через 20 секунд Он меня допирает Так Вроде подсознание Мне дало знать То, что только что Мы видели Шани Я смотрю И Шани Перед нами Крутится Прям какая-то Мистика Честное слово Ребят Не забываем То, что это уже Пятый Это уже пятый Какой пятый Нет Это пятый покемон Которого мы словили Я знаю Сто процентов Что это третий покемон Третий Шани Покемон Которого мы словили За эту серию А вот по поводу Какой это вообще Покемон Да ты нахрен Попадешь по нем Твою мать А какой-то По счету Покемон То есть Давайте Вот так А какой-то По счету Покемон Которого мы словили В этой серии Я не знаю Ребята Я не знаю Ух Сколько тут Лабросов Нафиг Прикиньте Если бы Шани Лаброс Был Шани Лаброс Какого он там Цвета Вроде тоже Розового Или я ошибаюсь А я Я еще Корфиша не посмотрел Это прям Офигеть Он такой Я не знаю Какой-то Фиолетовый Что ли Фиг его знать Ребята Это офигеть Как вы думаете Вот Кого мы еще Сможем мы еще Хотя бы найти Одного Шани В этой серии Я не знаю Мне кажется Все То есть Мне кажется Вот эта серия Нам Часовая серия Она все-таки Знаете Тоже можно сказать Чувствует Да ребята Она чувствует Потому что Все-таки Она знает Что часовая серия Все-таки Не каждый день У нас Не каждую неделю И можно даже Сказать Не каждый месяц Часовая серия У нас очень редко Выходит По праздникам Или еще что-то Ааа И вот сейчас Сам сезон Мне кажется Чувствует То что Часовая серия Нифига Тебе Эдисон Загнал И чтобы Я чаще Делал Часовые серии Сезон Нам как будто Намекает Она тебе Три Шайни Покемона В одну серию Она тебе Легенду Одну серию В эту же серию В принципе Легенда У нас уже такая Есть Но все же Она тебе Легенду Еще в такую В эту серию Чтобы мы Почаще Делали Делали Часовые серии Ребята Если вы с этим Согласны Если вы хотите Еще больше Часовых серий Ребята Я сказал Я Я Я даже Для вас Могу это Сделать Завтра же В воскресенье Я сказал То что Если мы Наберем На этой серии За сегодня Тысячу лайков Я вам Также даю Слово То что Завтра Войдет Еще одна Часовая серия То есть Ребята Вы только Подумайте Целые Выходные Каждый день С выходных Мы проведем Дайте Я вот тут Скрин сделаю Вы только Подумайте То что Каждый день Выходных Мы проведем С пиксельмоном И не с обычным Пиксельмоном А с серией Которая С каждой серией Которая будет длиться По одному часу Ребята Вы себе просто Представьте То что серии Которые Которые Длятся Один час У нас происходит Может раз в месяц Раз в два месяца А тут Два дня подряд Ребята Это какой-то Мне кажется Грядущий апокалипсис Нафиг Конец света Потому что Эдисон Два дня подряд Будет выпускать Пиксельмон Это во-первых Уже нафиг Чудо Новое чудо В мире А то что Это будет вообще Две часовые серии Это офигеть Просто Ребята Вы такого Больше нигде Не встретите Вы такого Нигде Больше не встретите Нифига Нифига Я только Сейчас Заметил То что У нас Есть Практически Стак Жареной Рыбы Офигеть Просто Ребята Сколько там Уже серия Длится Я сейчас Нахрен Усну Честное Слово Я еще Усну Я не знаю Может по мне Это не видно То что я реально Уже устал Но это Охренеть Просто У меня уже Глаза Слипаются Я еще хотел Какой-то Фильмчик Посмотреть Какой-то Кинчик Я не знаю Там вроде Миссия Невыполнимая Вроде В нормальном Качестве Появилась Может я Сейчас Ее гляну Там Пятая Часть Вышла Скрытая Реклама Том Круза Ты же Заплатил Чувак Мы Ну Заговорились Да Поэтому Наверное Может я Тебе Бутики Пойду Сделаю Чаек Горяченький Лягу И буду Смотреть Новую Новую Миссию Невыполнимую Да Ребята Напишите Пожалуйста В комментарии Какие вы Фильмы Любите Вот Я бы Реально Посмотрел Какие-то Фильмы На выходных Но я Уже Не знаю Я уже Пересмотрел Все Что только Можно Вот Напишите Ребят Пожалуйста В комментарии Вот Напишите Ребята Ваш Топ 5 Ваших Самых Любимых Фильмов Я С удовольствием Их Посмотрю Я С удовольствием Посмотрю Что это За фильмы За кино И я С удовольствием Их Наверное Пересмотрел Хоть я Раньше Смотрел Там Знаете Вот Эти все Боевики Фантастику И вот Это Все Но Когда я Вот Это Уже Все Пересмотрел То Что Уже Вот Таких Фильмов Практически Не Осталось Чтобы Я Смотрел Я Уже Начал Смотреть Все Подряд И Комедии Драмы Мелодрамы Все Подряд Потому Что У меня Уже Просто Нет Выбора Я Это Реально Напишите Пожалуйста В комментариях Топ 5 Ваших Любимых Фильмов То Есть Кто Там На Пятом Месте Кто Там На Четвертом Месте Кто Там На Третьем Втором И Первом Месте Я Был Тоже Вам Сказал Свой Топ 5 Но Сейчас Вспоминать Сейчас Вспоминать По Списку То Есть Кто На Пятом Месте Кто На Четвертом Третьем Втором Первом Я Вам Сто Процентов Сейчас Не Скажу Потому Что Ну Это Нужно Думать Это Нужно Говорить Кто Где И Как Но Я Могу С Уверенностью Сто Процентов Сказать То Что В Этот Топ 5 Входит Властелин Колец А Властелин Колец Входит Хоббит Потому Что Это С одной Вселенной То Это Не Две Различных Вселенных Да Сто Процентов Входит Властелин Колец И Хоббит Это Одни Самых Лучших Фильмов Которые Я Только Видел В Своей Жизни Они Вышли В 2003 Году Там Вот Это Властелин Колец В 2000 Вроде Первый Второй Третий Это Одни Самых Лучших Фильмов Которые Я Видел За Всю Мою Жизнь Честно Это Нереально Крутые Фильмы Ребята Если Вы Не Видели Властелин Колец Но Многие Но Много О нем Слышали Бегите Прямо Сейчас Смотрите Я Вам Скажу По Секрету Я Посмотрел Властелин Колец Может Где-то 2-3 Года Назад Я Не Знаю Я Много О нем Слышал Я Не Знаю Вроде Мне Лет Уже Было Нормально Там 16 17 Но Я Почему То Его Все Все Никак Не Смотрел Я Не Знаю А Потом В Один Раз Когда Я Все Таки Говорил Со Своим Другом Что Там Речь Зашла О Властелин Колец И Все Таки Он Мне Там Сказал Посмотри Это Нереально Крутой Фильм Я Потом Опять Забыл Но Через Там Пару Месяцев Я Вспомнил Когда Я Посмотрел Ребята Охренеть С Того Момента Я Пересмотрел Этот Фильм Уже Три Раза То Есть Он Мне Так Понравился То Что Я Пересмотрел Уже Три Раза И Тот же Хоббит Который Мож Сказать Вышел Там Пару Лет Назад Но Это Можешь Сказать Предыстория Властелина Кольца Это Предыстория Ребята И Хоть Он Вышел На Десять Позже И Хоть В Большинстве Случа Как Говорится Старое Всегда Лучше Нового Это Не Касается Вот Этого Фильма Хоббит Ни На Шаг Ни На Капельку Не Уступает Властелину Колец Это Ребята Шесть Самых Лучших Фильмов Которые Я Видел За Свою Жизнь То Это С Одной Вселенной Три Фильма Трилогия Властелина Кольца И Трилогия Хоббита Это Одна Вселенная Это Шесть Время Которое Я Живу Вот Эти Фильмы 100% Входят В топ 5 Лучших Фильмов Которые Я Только Видел И Которые Я Хотел Вам Посоветовать Посмотреть Кто Еще Сюда Входит Я Могу Сказать С Уверенностью То Что Сюда Входит Также Гарри Поттер Кто То Может Сказать То Что Это Детская Сказка Кто То Еще Что Может Сказать Но Гарри Поттера Я Начал Смотреть Я Не Знаю Скольки Там Мне Лет Было С Лет Восьми С С С С С С Нисколько Там Девять Хрен Не Знать Ребята Ну Короче С С Ранних Лет Я Уже Его Смотрел Потому Что Ну Я Смотрел Знаете Так Там Рывочками Да Например Где-то Там По Телевизору Показывали Там Гарри Поттер И Философский Камень Там Первая Часть Я Че-то Там Посмотрел Посмотрел Потом Когда Уже Вырос Можно Сказать Я Уже Так Полностью Посмотрел И В сути Я Пересмотрел Уже Где-то Весь Гарри Поттер По Четыре Даже Пять Раз Да Наверное Еще Даже Больше Чем Бластелин Колец И В принципе Я Планирую Еще Раз Посмотреть Все Восемь Фильмов Тоже Где-то Может В Ближайший Месяц Ближайшие Месяцы Когда У меня Будет Время Да Я Не знаю Вот Такие Фильмы Которые Прям Залегают В душу И Которые Прям Цепляют До Конца Жизни Я Пересматриваю Может Раз В Полгода Раз В Год Ух Ты Зру Офигеть Я Тоже Помню Многие Подписчики Меня Просили Славить Если Боя Сейчас Ее Не Услышал Я Боя Не Заметил Я Боя Не Совет Ладно Ребята Серия Уже Длится Один Час Свой Топ 5 Лучших Фильмов Которые Я Еще Подумаю И Об Этому Поговорим В Следующей Серии Какие Были Опросы В Этой Серии Считаете Либо Что Эта Часовая Серия Удалась Давайте Мы Еще Быстренько Пойдем Домой Подведем Топ Топ Этоги Этой Серии Мы Словили Мы Прокачали Эмфороса До 43 Мы Прокачали Тортеро До Сотого Мы Победили Еще Одного Помощника Геймлидера Сейчас Нам Остается Победить Мисти И Мисти Нам В Ремо Рейда И Вроде Больше Никого Но Это Уже Ребята Не Знаю Какая Удачная Серия Не Не Каждую Серию Мы Так Удачно Это Все Делаем Честное Слово Ребята Еще Был Опрос Хотите Либо Чтобы Такие Серии Выходили Чаще То Хотя Бо Раз В Неделю Чтобы Хотя Бо Раз В Неделю Была Часовая Серия Это Опрос Ребята Если Да Поставьте Лайк Я Увижу По Колисту Лайков И Я Обещаю Что Вот Такие Часовые Серии Даже Больше Часовые Будут Выходить Каждую Неделю Честное Слово Ребята И Также Был Опрос Ребята Напишите Пожалуйста В комментарии Составьте Ваш Топ 5 Ваших Любимых Фильмов Потому Что Я Еще Распотрю Я Пересмотрел Нереально Какое Количество Фильмов И Мне Уже Просто Нечего Смотреть Может У вас Есть Какой Ваш Любимый Фильм Который Который Вы Видели Но Я Его Не Видел Если Вы Считаете Что Он Реально Офигенный Я Действительно Его С удовольствием Посмотрю Ребята Вот Видите Я Реально Общаюсь С Подписчиками Я Можно Сказать Целую Серию Я Только С Вами Общаюсь Я Общаюсь Я Смотрю На Вас Ребята Я Общаюсь С Вами Это Все То Что Я Делаю Целую Серию Мне Кажется Не Каждый Все Так Ютубер Вот Так Общается С С Подписчиками Отвечает На Комментарии Да Ребята Отвечает На Комментарии Если Вы Хотите Со Мною Пообщаться Просто Задайте Какой То Вопрос В Комментариях Под Этим Видео Я Его С Удовольствием Прочитаю Также С Удовольствием На Него Отвечу Честное Слово Ребята Также Чтобы Продолжить Вот Эту Нашу Схему То Что Я Очень Люблю Своих Подписчиков Если Вы Хотя Немного Любите Меня То Что Я Честное Слово Ребята Это Это Шай Нет Это Не Шай Вот Честное Слово Ребята Я Рад Каждому Новому Подписчику Вступайте В нашу Дружную Семью Я К вам Буду Относиться Как Действительно К друзям Я Реально Люблю Своих Подписчиков И Если Вы Хотите Дать Мне Взаймы Хотя Б Немного Любви Подписчиков То Я Реально Буду Этому Ребята С удовольствием Я Надеюсь То Что Она Вам Не Успела Наскучить Потому Что Это Там Не Шай Мать Его Случайно Мне Кажется Это Шай Это Ш Ах Ребята Давайте Может Мы Эту Серию Никогда Заканчивать Не Будем Потому Что Охренеть Сколько Мы Шай Уже Словили За Часовой Нам Реально Нужно Нам Нужно Часовые Серии Как Можа Час Устраивать Это Охренеть Мы Словили Шай Фуретта Фуретта В конце Серии Когда Я Уже Должен Был Ее Закончить Офигеть Ладно Ребята Еще Раз Повторюсь Часовая Серия Субота Небольшой Такой Отдых Еще Рас Повторюсь Я Надеюсь Что Она Вам Не Успела Надоесть Потому Что Часовые Серии Ребята Может Они Кого Даже Утомляют Но Я Надеюсь Что Этого Не Случ Если Вы Хотите Видеть Во-первых Часовые Серии Как Можно Чаще Ребята Ставьте Лайки Это Реально Утомляет Но Все Я Для Вас Это Делаю Ребята Для Своих Подписчиков Честное Слово Если Вы Хотите Видеть Часовую Серию Завтра Воскресенье Также Утром Пожалуйста Я Для Вас Сделаю Все Что Я Хочу Вас Попросить Это Просто Поставить Лайки Если Мы Наберем Тысячу Лайков На Этой Серии До Конца Этого Дня До Конца Субботы Я Вам Даю Слово Эдисона То Что Завтра Выйдет Еще Одна Серия Пиксельмона Во-первых И То Что Она Опять Будет Диться Целый Час Во-вторых Я Вам Ребята Обещаю Честное Слово Давайте Реально На этом Уже Заканчивать У меня Уже Пол Двенадцатого В принципе В субботу Ладно Давайте Не будем Об этом Ребята Спасибо За просмотр Вы Реально Прям Какой-то Супергерой Если Вы Досмотрели Эту Серию До Конца Если Вы Досмотрели Вот Если Вы Смотрели Эту Серию Вот Целый Час Там И Пять Минут Целую Вас Подружески Прям Как Подписчик Потому Что Вы Продержали Целый Час Ребята Это Реально Достойно Уважения Я Прям Жму Вам Всем Руку Вот Свою Руку Давайте К экрану К моей Камере Я Вам Всем Жму Руку Кто Досмотрел Вот Эту Серию До Конца Спасибо Вам Ребята Еще Раз Большое Спасибо За просмотр Всем Удачи Всем Пока